всем привет друзья сегодня на моем канале будет вторая часть видео вопрос-ответ которые вы задавали мне под влогом когда я вас просил и это будет вторая часть сразу же извинись перед вами за мой голос потому что я несколько дней парял и сейчас у меня идет так скажем период восстановления мой голос ужасен просто так начнем первый вопрос какой у меня любимый сериал вообще любимых сериалов у меня не так много это какие-то старые сериалы друзья я посмотрел как в оригинале так и на русском языке смотрел я любимый сериал у меня еще в аварии с 90 210 и любимый сериал у меня отчаянный дом хаспекин да вот это у меня самые любимые сериалы которые я могу смотреть много мне нравится этот актерский состав следующего фраз какую музыку слушаю я слушаю в основном зарубежных исполнителей также могу слушать джазовых музыкантов я люблю слушать джаз знаете на заднем фоне когда что-то делаю мне очень хочу это нравится вот именно когда я что-то делаю слушать джаз вообще из любимых меня лана дельверей февица луна это русская февица и маруф на вот на русская нет она украинка но она поет на английском и дель а лишь это мой самый наверное любимая на данный момент следующий вопрос каким ты видишь себя и свое будущее через пять лет вы знаете на этот вопрос можно ответить потому что все время каждый год что-то меняется потому что могут врезать и какие-то события которые могут поменять твою жизнь просто на 180 градусов поэтому сложно сказать что будет через пять лет наверное через пять лет я закончу университет если я останусь учиться следующий вопрос так могу ли я сказать открыто человеку его недостатка знаете я все-таки могу сказать человеку но я это никогда не буду это делать потому что никакому человеку не нужна ваша правда потому что каждый человек знает все свои недостатки сам и если вы скажете это человеку то вы только еще больше усугодите вот эти его комплексы и недостатки и и будет переживать и все больше замыкаться в себе это как знаете ребенку которого в детстве например говорят что у него там вытирают души да или большие уши или там тонкие буфы неважно да то понятно что у ребенка всегда будет вот это вот сохранится то что у него что-то ненормально он всегда будет иметь комплекс и поэтому да человеку я бы наверное не сказал о его недостатках потому что ваша правда никому не нужна давайте будем честны например знаю свои недостатки но если мне кто-то посторонний человек скажет о них недостатках я конечно может как-то отвечу грубо этому человеку но знаете на душе все равно останется вот это чувство я даже не знаю как это чувство когда кошки скрывут на душе и вот тебе как-то и обидно и ты не знаешь что делать короче нет я бы не сказал следующий вопрос это какой вещи я пользуюсь ежедневно и считаю незаменимым я считаю незаменимым телефон сейчас 21 век и каждому человеку очень важно чтобы у него было средство связи и сейчас телефон для человека это все в телефоне можно с помощью телефона можно и расплатиться его звонить кому-то написать и еще что-то сделать сейчас в телефоне находится целая жизнь человек я думаю каждый человек считает эту вещь самая незаменимая то что если у меня выйдет телефон у меня будет все что мне нужно будет этим днем самый последний вопрос в этом видео это вопрос от лана карамель и потому что я помню это вы задали самый такой интересный вопрос это как я чищу картошку я сначала мою а потом чищу или я сначала чищу а потом мою я отвечу так что я делаю и так и так только если я например я сначала чищу а потом мою то я это делаю очень хорошо промывая воде рухи а картошку когда чипать после чистки я мою и абсолютно всегда потому что надо вымыть хорошо крахмал и саму картошку чтобы не было никаких некрасивых штук и да а если же сначала мою картошку чищу так и делаю наверное редко потому что не знаю мне кажется это занимает слишком много времени я не люблю когда у меня что-то занимает отнимать у меня слишком много времени вот знаете я всегда читал такие вот дела не знаю как ты так жалко тратить на них время вот чисто знаете на то чтобы заправить кровать или же на то кстати когда утром ждешь пока чайник закидит вот это я считаю это время ну просто вот мы сам сам дисполезно потрачено вот я серьезно говорю не ставлю чему я не говорю что это должен достаточно также вот я считаю и так что это самое дисполезно потраченное время вы точно также на эту вот картошку но не знаю почему так это у меня в голове это крутится почему-то когда заправляю кровать я считаю что это прям я трачу так дисполезно свое время я не знаю с чем это связано это были все вопросы в этом видео спасибо что вы задали вопросы под влогом мне очень было приятно и интересно отвечать на эти вопросы если вы не смотрели предыдущую часть то посмотрите на моем канале ссылку я не забуду и оставлю в описании под этим видеороликом также не забудьте подписаться на моих друзей на канал творческий волганчик анастасии канал сладкого маффина и всем спасибо за просмотр и всем пока